Новый год – один из самых любимых праздников как для детей, так и для взрослых. Все с трепетом, радостью ожидают наступление новогодней ночи, ведь именно в это время случаются чудеса. Корнями история празднования Нового года уходит в глубокую древность. В Месопотамии была традиция отмечать пробуждение природы весной. В это время устраивали пиршество, гуляния. Затем эту традицию переняли египтяне, греки и римване. Конечно же, традиция празднования Нового года была связана с религией, с вероисповеданием этих народов. Торжества, приуроченные к празднованию Нового года, проходили всегда пышно, с гуляниями, песнями, танцами. Была традиция дарить друг другу подарки. А вот традиция украшать елку была еще у древних кельтов. Внученька, это, конечно, хорошо знать, как праздновали Новый год в древности. А расскажи-то лучше, какие традиции празднования Нового года были в моем детстве, когда я был совсем маленьким Дедом Морозом. С удовольствием, Дедушка Мороз. После революции традиция празднования Нового года была возрождена в середине 30-х годов. Советский Новый год ничего общего не имел со своими рождественскими корнями. Викемскую звезду заменили на советскую пятиконечную, а в сюжетах новогодних игрушек присутствовали реалии того быта, например, символика Советского Союза. В 1936 году на экраны вышел фильм «Цирк» с участием в любови Орловой. Тогда стали выпускаться игрушки с изображением цирковых артистов и зверей. В 40-х годах популярными были игрушки с изображением бытовых предметов, например, чайники или самовары. В тяжелые советские времена производство новогодних игрушек не было остановлено. Их изготавливали из отходов промышленного производства. Также в ход шли медицинские бинты и вата. В то время в моду вошли стеклянные сосудки и бусы из стекляруса. К 150-летию Александра Сергеевича Пушкина в сюжетах новогодних игрушек стали изображать героев его сказок. Позже к «Старику» и «Золотой рыбке» присоединились герои других любимых сказок, например, «Докторная болид» или «Красная шапочка». Еще позже стали изображать героев любимых советских мультфильмов, например, «Чебурашку» и «Крокодила Гена». В 60-е годы в моду вошла тематика сельскохозяйственная. И уже стали изображать в новогодних игрушках красивейшие, наряднейшие фрукты и овощи. Особенно популярна была золотистая кукуруза. Как говорят коллекционеры, к концу 60-х годов эпоха старинной новогодней игрушки прошла. Именно до этого периода игрушки изготавливались исключительно вручную, расписывались уникальными узорами, яркими красками. И только с 70-х годов они стали изготавливаться конвейерным способом. В 80-е и 90-е годы традиция наряжать елку, конечно же, существовала. Это продолжается в наше время. Новый год – это семейный праздник. И все с удовольствием собираются вместе, чтобы украсить елочку-красавицу. Сейчас полет фантазии неограничен. У кого-то елка стоит советского периода, у кого-то в стиле 19-го века. Этого волшебного времени особенно ждут ребята. Именно они готовятся к встрече с Дедушкой Морозом, готовят свои карнавальные костюмы, ожидают подарков и прекрасного украинения. Да, как сейчас помню, как мы катались на самках, лепились многовеков и дарили друг другу яркие поздравительные открытки. Дорогие друзья, на пороге 2022 год. С нетерпением ждем встречи с вами.